Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и гости канала Дмитрий Ширяев от студии. Меня зовут Дмитрий и сегодня у нас с вами интересное такое вот видео. У нас наконец-то полное нанесение микроцемента на пол. Сделаем с вами пол. Полностью пошаговая, со всеми вот слоями, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главное в этом деле понять одно, что микроцемент это декоративная штукатурка. Это не панацея и не промысленная заливка для полов. Это декоративная штукатурка, которая может по своим свойствам функциклировать на полу. И за счет того, что она имеет очень прочные качества и расположена для этого. Но это декоративная штукатурка. У нас идет сетка, сначала идет у нас обычное грунтование, грунтом глубокого проникновения. Затем я положил сетку и нанес сверху на сетку кварцгрунт. В принципе, это неправильно, потому что... Ну как, это мне здесь было удобнее, потому что у меня сетка самоклещ. То есть это в таком духе можно работать, если у вас сетка имеет клеевую основу. Но если у вас сетка не имеет клеевую основу, то вы сначала наносите кварцгрунт, затем кладете уже сетку и примазываете ее первым слоем нашего микроцемента. То есть первые два слоя идут в зерно 600. Именно они у нас несут всю нагрузку на пол. Все остальное сверху это уже декоры. Примазываете сетку, затем выравниваете поверхность. То есть создаете уже здесь, уже на втором слое, можно задавать уже какие-то там, ну, будущий рисунок, скажем так, если вы хотите, планируете нанести рисунок. Вот, и дальше уже на сдир двумя слоями зерна 200, для того, чтобы сделать пол наш гладким и забить все поры. Потому что поры это наш враг для микроцемента по одной простой причине, потому что туда будет, это на практике на всех микроцементах доказано, туда будет забиваться грязь. Поэтому всегда нужно избегать вот поры, стараться его запрессовывать и выглаживать так, чтобы у вас как можно их было меньше. Лак в какой-то степени помогает, но все равно лучше, чтобы их не было. Грунтовка, основание, кварцевая грунтовка, сетка, раз 600, два 600, потом два по 200 и еще один по 50. Дальше грунтуем. Вот, в принципе, вот такая вот технология, вот это вот полный пирог нанесения на пол. В принципе, тот, кто занимается микроцементом, ничего здесь для него нового нет. Вот, ну а тот, кто планирует только этим заняться, я думаю, что нового здесь дофига. Вот, поэтому, чем смог, тем помог. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий Ширяев. Всем до новых видео. Всем пока. Давайте начнем с того, какое должно быть основание, то есть для того, чтобы можно было наносить микроцемент на пол. У вас должно быть основание, качественно подготовленное, как и под любую декоративную штукатурку. То есть это должно быть отсутствовать наличие всевозможных там дефектов в виде каких-то ям, ударов, сколов, в виде трещин, то есть на стяжке. Это должно быть хорошо подготовленное основание, то есть, ну, и с минимальным количеством всевозможных артефактов. Вот, но самое основное, самое главное, это то, что вы должны во время подготовки, ну, во время ремонта в своей квартире уже понимать заранее, под что вы готовите пол. Либо же вы его готовите под плитку, либо вы его готовите под микроцемент. Это очень важно. Как правило, это все закладывается изначально в дизайн-проект. Многие люди, как бы, работают без дизайн-проекта. И получается так, что готовили под плитку, а решили наносить микроцемент. Так, к сожалению, не очень получится. Поэтому, если вы, как бы, на стадии подготовительных работ, то обязательно учитывайте эти моменты, под что вы готовите основание. То есть, под декор, либо же под какие-то другие покрытия. Итак, начинаем с банального, с грунтования. То есть, грунтую обычной грунтовкой глубокого проникновения акриловой. Как бы загрунтовываем поверхность. Это первое. После того, когда прогрунтовали все это дело, оставляем это на полтора-два часа, для того, чтобы наша грунтовка впиталась, поляримизовалась. Вот. И приступаем к следующему этапу. Нанесению сетки. Как было у нас написано на банке, так как рекомендует производитель, мы, значит, отступаем от примыкания, от краев наших, порядка где-то 5 миллиметров. Ну и следующим этапом мы это все дело вскрываем кварцевым гнутом с мелким беском, для того, чтобы создать хорошую адгезию. После того, когда грунт нанесли, оставляем это все на 24 часа, для того, чтобы это все хорошенечко просохло, торопиться не нужно. Друзья, приступаем к замешиванию нашего материала. Итак, одно ведро у меня пустое, во втором я отвесил 2 килограмма, отмерил, вот. И, если я правильно посчитал, 400 грамм воды. Сначала льем воду. Так, затем я хочу получить такой слегка бетонистый цвет, я добавляю туда 2 миллилитра черного пигмента. И все это дело вот тут перемешиваю. Дальше я высыпаю смесь. Вау! Замешиваю. Итак, замешали. Мешаем, как вы помните, порядка 5 минут. И это все дело оставляем еще на 5 минут постоять, подумать. И еще раз перемешиваем, и приступаем к нанесению. Дальше, что нам понадобится? Нам понадобится инструмент. Давайте немножко про инструмент. Это специальный шпатель, кельма, для нанесения микроцемента. То есть, как вы видите, там нормально видно? Нормально. Вот. Как вы видите, она имеет специальные скошенные края. Это для того, чтобы на полу было легче гнать так называемую волну. Сейчас я вам покажу, как это делается. Теперь мы берем и выливаем наш инкроцемент. Выливаем его на нашу поверхность, на наш пол. Работать мы начинаем от примыканий. Растягиваем наш материал. Присplatzаем наш mikäל. Растягиваем наш конец. Растягиваем нашу конец. Растягиваем нашим конец. Растягиваем нашим конец. И я хочу spiritppen krót me нажать. Продолжение следует... Продолжение следует... Перекрывая нашу сетку... Аккуратненько проходим все примыкания... Потому что как только вы отойдете от стены на хотя бы пару метров... Возврата у вас уже не будет... То есть помните об этом... В чем заключается момент? Момент заключается в том, что у вас всегда на краю должна быть вот такая вот горка из материала... Это для того, чтобы край наш не подсыхал и не оставлял каких-либо стыков... Что касаемо волны, про которую я говорил, для чего эти углы... То есть когда вы начинаете... Вот такими вот движениями... Как бы проходить плоскость... У вас всегда с края вылазит вот эта самая... Опять же таки... Вот видите, вот она пошла... То есть вот эта волна... У меня маленькая, к сожалению, все-таки площадь... Чтобы прозагнаться... И показать вам, как это на самом деле выглядит... Интересно... Нажал? Да... Все? Нормально? Ну что, друзья... Сейчас на примере на объекте... Мы сейчас на объекте... Наносим механизм на пол... И я сейчас вам покажу, что такое гнать волну на самом деле... Уже не подадим отлиже, чтобы... Ну... Процесс... Как видите... Я отошел от края... Все примыкания... И теперь у меня лежит вот такая вот колбаса... То, что я вам рассказывал... На плашке я не мог это вам показать... Он мог их на примере... Нам ее не показывать... Инструменты... Опять же таки... Как минимум... Скошенные углы... Вот они... То есть... Все, какие вам... Не знаю или нет... Все, какие я вам показывал... Это специальные хваты для нанесения микроснега... И погнали! Вот такие вот макаты... Формируется та самая волна... Которая не дает нам пропускать края... И потом... Разгоняет... Разгоняет... Друзья... Вот таким вот макаром... Происходит... То самое... Гонение волны... По полу... Для того, чтобы у нас... Не формировались стыки... Для того, чтобы у нас был всегда... Гладкий, ровный пол... Друзья... Так что... Сейчас мы... Переносимся обратно... Мастерскую... Продолжаем работать... На нашей плашке... Ну... А мы... Продолжаем дальше... Знать здесь... Плохо... И дальше... Все это дело... Разгоняете... Уже задаете там... Рисунок... Или просто гладко... Сейчас нам нужно... Нанести... Ровно столько материала... Чтобы... Во-первых... Он у меня перекрыл сетку... Ну... Сетку я частично... Для муляжа оставил... Вот... И... Ну... Она у вас будет по всей плоскости... И... Соответственно... Не делать... Не наделать... У них-то там... Бугров... И прочее... На край... Обязательно... Всегда... На краю... Должен быть материал... У нас сырой... Чтобы край не подсыхал... Если заканчивается... Подливаем... И... Вот таким макаром... Оставляем наш пол... Высыхать... Порядка... На 24 часа... Это... На сутки... То есть... Дальнейшие работы... Проводятся на следующий день... Когда у нас... Первый слой высох... Нужно прошкурить... Для этого... Мы берем... Восьмидесятую... Наждачку... И... Как бы... Прошкурим... Но без фанатизма... То есть... Нам только нужно... Позбивать там... Какие-то верхушки... Острые всякие штуки... И все остальное... Шкурить нужно... На самом деле... Шлифмашиной... С пылесосом... То есть... Это у меня здесь... Так... Чуть-чуть... А на полу берем шлифмашину, пылесос и 80-м кругом проходим все это. Тут где-то вот так вот будет достаточно. Теперь сейчас я пыль эту соберу, то есть, соответственно, вам ее, ну, если вы будете шкурить с пылесосом, у вас ее особо и не будет. Но все равно потом еще раз пройтись с пылесосом убрать, это все, и можно работать дальше. Друзья, что нам нужно понимать во время нанесения второго слоя? Это первое. Сейчас нам нужно нанести второго первое. Сейчас нужно его нанести приблизительно так же, в принципе, вот, но его нужно запрессовать. То есть, нам нужно сделать его менее шершавым, вот как здесь, по одной простой причине, потому что это все у нас будущие поры, которые будут забиваться грязью, назовем это так. Поэтому сейчас я также накладываю материал. Для того, чтобы лучше его запрессовать, я уже буду использовать другую кельму. Это стандартная кельма для нанесения декоративной штукатуры. Итак, материальчик. И опять же, от примыканий. Ну, еще один такой важный момент. На втором слое он будет у вас подсыхать быстрее. Влагу будет отдавать в первый, и за счет этого материал будет стабилизироваться быстрее. Поэтому, все-таки, чтобы на втором, даже желательнее, чем на первом, чтобы у вас оставалась вот эта вот горка из материала по краю шла. Если у вас на краю остается мало материала, докладывайте. Смотрите, основную часть порта, конечно, забьет 200-е зерно, которое мы будем наносить в конце. Уже как финишный слой. Но, все равно, желательно крупных вот таких вот, ну, рытвин, таких не оставлять. И вот в таком состоянии, друзья, оставляем его еще на 24 часа. После того, когда у нас этот слой высохнет, мы прошкурим его еще раз хорошенечко. И уже будем наносить два слоя зерна 200. Друзья, после того, когда второй слой микроцемента, зерно 600, у меня высохло, я, значит, теперь буду наносить зерно 200. Зачем я считаю, нужно наносить зерно 200? Потому что многие считают, что не нужно. По одной простой причине, потому что мне нужно забить поры, которые образовываются при нанесении зерна 600. Дело в том, что когда наносите это на пол, у вас нет возможности возвращаться и запрессовывать его таким образом, чтобы у вас практически оно было все гладкое. Поэтому все равно шероховатости и поры остаются. Вот, поэтому задача моя сейчас, я замешал зерно 600. Прошу обратить внимание, что я мешал по той же схеме. И я добавлял тот же самый краситель, той же самой пропорции. Зерно 600, я его специально, ой, 600 говорю, зерно 200. Я его специально так, вот, жиденько, все это дело. Наносим его практически на зер, для того, чтобы именно забить наши поры и создать гладкую поверхность. По одной простой причине, что это пол, и лишние поры на нем, это лишняя грязь, которая будет забиваться в них и создавать потом дискомфорт. Вот, друзья, в таком вот виде мы его высушиваем, опять же таки 24 часа, и приступаем к нанесению финишного слоя. Высох наш первый слой 200 зерна. Сейчас я посмотрю, что там с материалом, потому что стоял он долго, нормально еще, жить будет. И теперь мне нужно нанести второй, уже последний, финишный. Выливать я на этот раз ничего не буду, потому что поверхность получается уж очень однородная. Немножко добавим... Хотя бы намека, что это делалось с шпателем. Теперь его высушиваем, прошкуриваем и наносим лаки и все остальное. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok